Сообщение северной столицы. Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой 52 это адрес подворья Антониева Дымского мужского монастыря. Туда приходят не только помолиться, но и купить монастырскую выпечку и изделия столярной мастерской. Прихожане во главе со своим пастырем, протеереем Александром Ежовым, полагают много усилий, чтобы помочь возрождению обители. В пасхальные дни на приходе состоялась первая ярмарка. Ворота двора храма Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой широко открыты и ярко украшены шарами. Из дворика доносятся пение, смех, детские голоса. Это приход храма устроил семейный праздник и ярмарку. На приходе очень много детей всех возрастов. О празднике нам не рассказали, а спели. Мы пойдем сегодня в храм, потому что праздник там. Все поют Христос воскрес и сияет Божий крест. И сияет Божий крест. Приход очень творческий. Целых три хора выступала на импровизированной сцене. Любительский под управлением Маргариты Асиной исполнил одноголосные песнопения. Основной порадовал красотой пасхальных гармоний. А молодежный хор «Святилен» под управлением Людмилы Ведерниковой подарил зрителям народные песни. Отец Виктор, взяв в руки гармонь, исполнил военные песни. «Посидим по-хорошему, у сиски запорошены, на земле живи, пожили мы не зря». Дети тоже активно участвовали в празднике. Для них был организован конкурс рисунков. Они делали изделия для ярмарки, читали стихи и, самое главное, создавали праздник своей непосредственностью. У нас был конкурс рисунков. Мы с сестрой приняли участие. Нас пятеро в семье. Только мы приняли дом. А что ты рисовала? Я рисовала набор еды на храм. Там я бы хотела еще изобразить... Я бы хотела еще изобразить столь, но у меня не получилось. Я там нарисовала кулич, пасху, ну, творог такой. Еще я нарисовала три яйца, краску для яиц. Ну, короче, набор. Куклы всякие мы делали. Я могу вам показать, кстати. Илья не только показал свои поделки, но и рассказал немного о храме. Храм с виду, когда изнутри он с виду не очень, но внутри он такой священный и красивый. Ну, а батюшка он добрый, никогда не кричит, молится всегда. В храме очень много всяких туннелей. Туда и сюда можно ходить. Ну, лично я не все видел. Я... моя мама тут в хоре работает. Праздник прошел замечательно. Дети учатся у взрослых, а взрослые у детей. Когда и мы, взрослые, все-таки вспомним вот эту вот свою непосредственность, детскость, искренность. Вот. Когда мы не будем переживать о том, что думают о нас другие. А когда мы просто будем сами учиться думать о других хорошо, искренне видеть в каждом святого, как видели святые во всех, приходящих к ним, образ Божий, вот тогда и мир наш изменится.